Меня зовут Юлия. Как уже сказали, я являюсь добровольцем поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». История моя как таковая, она в принципе, наверное, неинтересная, ее нет, она достаточно банальна. Просто в свое время у меня было много свободного времени и очень большое желание приносить пользу людям. Кто-то в этот момент идет в тренажерку, кто-то начинает заниматься футболом, рисовать или куда-то еще себя посвящать. Я решила, что мне нужно попробовать в добровольчестве. Почему? Ну, все-таки нет ответа на этот вопрос, как нет ответа у тех людей, которые, собственно говоря, занимаются футболом, теннисом. Или рисованием тем же самым, танцами. Навряд ли кто-то сможет сказать, почему они это делают. Вообще у самого названия отряда «Лиза Алерт» есть своя история. Лиза — это девочка, в память о которой был назван отряд, о ней я расскажу чуть позже, «Алерт». Это, собственно говоря, с английского переводится как «Внимание». История ростовского отряда началась в 2012 году с поиска Саши Целых, на тот момент 9-летней девочки, которая поехала с родителями отдыхать на пляж, отошла от них буквально на пару минут и не вернулась. Девочка до сих пор считается ненайденной. Я хотела бы сегодня вам сказать, что это единственный ребенок ненайденный, но, к сожалению, две недели назад пропал 13-летний подросток, которого мы всей областью вместе с полицией ловим пока что безуспешно. Далее был резонансный, очень резонансный поиск Даши Поповой. Вы, скорее всего, о ней слышали. Девочка, к счастью, нашлась живой. И об этом поиске рассказывали все ростовские СМИ. Так я узнала о существовании отряда у нас в Ростове, о том, что есть люди, которые занимаются поиском пропавших без вести. И я решила, что почему бы и нет, добавилась в группу в соцсети, начала следить именно в сети за их деятельностью. Примерно год я также ходила на работу, как и всегда, встречалась с друзьями, занималась какими-то другими своими насущными задачами и проблемами, и пока в один прекрасный день, и для меня это действительно прекрасный день, как в дальнейшем все-таки выяснилось, я не подумала, а почему я не там. У меня есть возможность тоже, я хочу быть там, я хочу уезжать на поиски. Если может кто-то, то могу и я. Я написала администратору группы или просто там девочка выкладывала посты от своего имени в одноклассниках, я и написала о том, что Яна, здравствуйте, я хочу участвовать в поисках. Без лишних вопросов меня добавили в чат уже в другой социальной сети ВКонтакте. К счастью, у нас в регионе, в Ростове, в Ростовской области люди пропадают очень редко. На тот момент, в 2013 году, отряд только начинал свое существование, о нем практически никто еще не знал, и, соответственно, было очень мало заявок. У меня было время познакомиться с теми людьми, которые в этом уже целый год были на тот момент. А публика оказалась, как говорится, очень разношерстной. Там есть люди, которые, например, работают в сервис инженерами интернет-провайдеров, есть индивидуальные предприниматели со своим небольшим бизнесом, есть директоры заводов, есть домохозяйки. Нам помогают студенты, не достигшие 18 лет, им по правилам отряда еще нельзя выезжать на поиски, но они нам помогают распространять ориентировки в сети. Как только им исполняется 18 лет, они приезжают к нам и клеят вместе с нами ориентировки, например, по городу. У нас есть девушка, которая прямо с основания отряда, та самая Яна, которую я написала. У нее вообще три или четыре высших образования, все с красным дипломом. Она работает в секретариате одного из ростовских вузов, и она находит людей, не выходя из дома, просто сидя за компьютером в связке с полицией. Позже, примерно месяца через два после моего вступления в отряд, я узнала историю о появлении отряда в России в целом. История эта очень грустная, она засела у меня где-то далеко внутри, я надеюсь, что я сейчас не буду плакать, рассказывая вам ее, и попробую рассказать ее очень поверхностно. В октябре 2010 года в Московской области, в Орехово-Зуево пропала девочка. Полиция, к сожалению, тогда не смогла вовремя приступить к поисковым работам, и только на пятые сутки пропажи туда, в лес, приехали абсолютно обычные люди. Не супергерои в плащах, не мужчины с накачанными бицепсами, непробиваемым торсом, не какие-то сверхчеловеки. Приехали бухгалтера, приехали экономисты, приехали студенты, учителя, врачи, просто потому что им было не все равно, просто потому что в лесу был ребенок, которого никто не искал. Сейчас у нас есть методики поиска, сейчас у нас есть камуфляж, у нас есть фонари, у нас есть рации, у нас есть частная авиация, вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», который с воздуха ищет людей. У нас есть связь с полицией, МЧС и 112, нам оперативно от них поступают заявки. Тогда этого ничего не было. Люди приехали в обычных кроссовках, в обычных джинсах, в обычных куртках. С обычными китайскими фонариками за 50 рублей, либо вообще с фонарями на телефоне. Приехали в лес. Не зная, как это делается, они организовались, сами организовались и пошли искать ребенка. Рвали куртки ветками в лесу, мочили белые тряпочные кроссовки в лужах. Цель была одна — дать шанс маленькой девочке выжить в этом большом, страшном, холодном лесу. Вы когда-нибудь были вообще в лесу? Есть такие люди? Были. Это хорошо, что так много людей там были и выбрались из него. Просто мы не знаем, что такое темнота на самом деле. Живя в городе, нас всегда окружает свет. Вокруг нас всегда есть либо уличные фонари, либо фары машин, вывески магазинов, витрины магазинов и много всего другого. В прошлом году мы были на очередных учениях в Москве. Нас отправили на задачу в лесе вдвоем с одним мужчиной. А леса — это группа людей, которая выходит на выполнение поставленной, собственно говоря, задачи. Мужчина со мной был большой, сильный, вообще ничего не боящийся. И уже выходя из задачи на штаб, мы решили проверить, а как это. И выключили фонари. И вот в этой темноте, в этой тишине, периодически появляющимися шорохами нам стало не по себе. Мы два человека, которые имеют знания, имеют опыт, имеют оборудование, знают, куда идти и как идти. Нам там стало страшно. И именно в таком лесу оказалась четырехлетняя, четырехлетняя Лиза со своей тетей. Тогда мы не успели. Я сейчас говорю «мы», подразумевая отряд, хотя отряда тогда и не существовало. Но именно эта история является его неотъемлемой частью. Не успели буквально на несколько часов. Лизу нашли на десятые сутки пропажи. Умерла Лиза на девятый день. Тетю нашли погибшей еще раньше. Тетя также умерла от переохлаждения, как и девочка. Тетя отдала всю свою одежду девочке, пытаясь ее спасти. Девочку даже пыталась спасти собака, которая лежала на ней, когда их нашли. Ну, почему-то не полиция. Так вот, вот эта история для обычных людей, не тех людей, которые мы привыкли видеть в кино, которые красивые, с плащами, бегут на помощь, спасают из рухнувшего здания каких-то людей, которые сами борются со злом и каждый день убивают злодеев, видят это. Вот для обычных людей это стало трагедией. В такой трагедии они решили, что не должен ребенок, имея такую вообще мощь нашего огромного государства, имея такое количество людей в полиции, в армии, в МЧС, вообще в других структурах очень нужных и, конечно же, очень важных, дети не должны умирать в лесу. В октябре 2010 года впервые появился отряд «Лиза Алерт», названный в честь 4-летней девочки, которая отдала свою жизнь ради того, чтобы выжили сотни других людей. Сегодня на своем примере я вам хочу рассказать о том, что супергероев не существует, мы не должны ждать чуда. Мой день начинается с будильника. Каждое утро я просыпаюсь, еду либо на работу, либо занимаюсь какими-то другими делами. Я могу успеть позавтракать, могу не успеть позавтракать. После работы я иду домой либо на тренировку, я люблю ходить в кино, встречаться с друзьями, я люблю ходить в кафе, я очень люблю покушать, я очень люблю поспать до обеда, когда возникает такая редкая возможность. У меня нет суперспособности передвигаться во времени и пространстве. Я не умею летать, и я чувствую боль, я очень сильно устаю, и мне бывает больно. Но когда на мой телефон ночью или рано утром приходит смс-ка, или меня будет инфорк, чем бы я ни занималась, где бы я ни находилась, я максимально быстро добираюсь до дома, переодеваюсь в одежду, которую мне не жалко испортить, еду на штаб, где такие же 10-15 человек, просто которым мне все равно, собрались для того, чтобы выполнить очередную абсолютно негероическую задачу. Просто расклеить ориентировки по городу на бабушку, которая пропала и не может вернуться домой, она потеряла память. Потому что среди нас нет супергероев, потому что все они обычные люди, реальные люди в реальной жизни с реальными судьбами. Вот, собственно, это и все, что я вам хотела рассказать сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...